Деточки, у меня для вас очень плохие новости. Я ничего не нашла в холодильнике покушать, поэтому мы идем кушать в Макдо. Да! Да, да, да! Спасибо, мама! Ленка, ты тоже в Макдо хочешь? Нет, спасибо, мама! Спасибо! Всем нашим зрителям привет! Сегодня среда, чуть-чуть тепло, чуть-чуть холодно. Тео сегодня не в школе, потому что по средам у него нет школы, и заодно и вот мадемуазель тоже никуда не пошла, ни в школу, ни в садик. Кстати, она в этом году идет в школу, да, в сентябре у меня Ленка идет в школу. Вот. А по поводу Макдональдса я вообще не пошутила, понимаете? Ничего смешного. У меня оказалось в холодильнике какая-то пара банок консервных стоит, и все, больше ничего нету. Поэтому решили в Макдо сходить, тем более, что Макдональдс тут совсем рядом, и это очень плохо. Принесли еду, только я теперь своих детей найти не могу, потому что они вот там вот, там, короче, горки всякие, и они туда пошли и исчезли в неизвестном направлении. Я их не вижу, но здесь закрытая территория, как бы не страшно, что они куда-то пропадут. Вот. Я себе много еды взяла, потому что я голодная. А Ленка какая-то вегетарианка, блин. Она вот эти томатные штучки постоянно ест, одни томаты. Ты что, упала уже? Что у тебя такое на лбу? Да, я подумаю. Да, по-моему, суть, любовь. Ужика. О-ля-ля, я голодная. О-ля-ля, какая я голодная девочка. Что это у тебя такое, Ленка? Я сынья. А, окей. А игрушка есть? А что у тебя какой-то это, спидермана какого-то или что? А, нет, это девочка. О-ля-ля, о-ля, 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 о, кумба. Открытый. На, открывай. Это Леночкина куколка. И он все подъедает за нами, потому что он вечно голодный. А вот Ленка, как всегда, помидорки съела. Что там, салатик повоедала. Вот такие листья салатные повоедала из сэндвича. Сам сэндвич, естественно, есть не стала вообще. И теперь ест ананас. Ты вегетарианка, доченька, я так думаю. Да? Да? Ну и ладно. Оп, оп, одни ноги только вижу ее. Вы слишком высоко, дети. Франция это такая страна. Где бы ты ни находилась, тебе постоянно предлагают что-то пожрать. Вот и сейчас я пока наблюдаю со своими детьми, которые там играют. Мне принесли вот такую вот новую штучку на пробу. У Макдональдсна это, видимо, какой-то милкшейк с клубничным вареньем. И, скорее всего, потом подойдут и попросят написать какой-нибудь комментарий, потому что они вводят новый продукт. Смотрите, прикол. Я не обратила даже внимания на это, но сегодня, когда я одевалась, когда я уже вышла из дома, я увидела, что у меня голубая, это, кофточка, голубая еще одна кофточка, голубые штаны, голубой рюкзак, и вот еще они взяли голубой шарик. Субтитры сделал DimaTorzok Сага о Миле Френо и пакетированном чай. Сейчас скажу. Только проснулась. Пошла укладывать Ленку спать, и она меня попросила рядышком с ней полежать. Полежала, блин, два часа. Хорошо, что у меня взрослый сын, и он никуда из дома не вышел, а то я все время боюсь, что он пойдет в бассейн купаться сам, или что-нибудь. Мне вечно мысли дурацкие. Он просидел, два часа прождал нас в своей комнате, играл в какие-то машинки. И вот лежу я такая, уже проснулась, и понимаю, что я уснула, не знаю, сколько времени, и понимаю, что у меня болит одна миндалина. Вот тут. И в голове одна единственная мысль, мне хочется чая. Причем хочется обычного пакетированного чая. Не заваривать там по три раза, переливать все дела, а просто пакетик засунуть. Короче, я взяла чай черный с бергамотом, и знаете что? Первый раз, наверное, где-то за три года я положила туда две ложки сахара. Я не знаю, зачем мне хочется сладкого чая. Но бывает же, да, такое. Потому что обычно и кофе, и чай уже 100-500 лет пью без сахара, а тут сахарочка захотелось, сладенького захотелось, вот. А показать вам, что я читаю? А вот, что я читаю. Причем, эту книгу я купила два года назад, когда она только вышла, и я за ней гонялась, потому что, смотрите, цена у нее была 21 евро, и, в общем, в результате начала ее читать только сейчас. Хотя бегала за ней где-то там три недели, бегала, искала книжку подешевле, но не хотелось мне 21 евро платить. Вот, в результате я ее купила. Все-таки в магазине за 21 евро. И начала я читать два года спустя. Позор. А, вот еще что. Вот я не знаю, среди моих зрителей много читак. Может быть, было бы интересно сделать рубрику, где рассказываю о книгах, которые я прочитала. Очень часто, конечно, это будут книги на французском языке, но я уверена, например, вот эта, Мишель Уильбек, субмиссион, скорее всего, что она есть на русском языке. Я видела в Фейсбуке, люди писали про выборы 2017, и напоминали об этой книжечке. Вот, может быть, было бы интересно сделать такую рубрику, я бы вам рассказывала про книжки, которые я читаю. Субтитры создавал DimaTorzok Никто не любит мои песни, блин. До политического бокса осталось 3 часа и 46 минут и 14 секунд, а у меня до сих пор нет попкорна. Субтитры создавал DimaTorzok Ирина Торзок или слишком большой да давай я вот так толкнула все все этом стиле алим это ноль в ледову фетка ламбезу живы приворца а даках мою маша фильме сажим уха папа ну все не плачь уже же а где боба где где боба где вот тут напоснуть все ну все тогда давай не ругайтесь поцелуй ты вали вали каля имбезу муки и больше не ругаемся мы же братик и сестричка правильно ну убедились что мои дети совсем не идеальные они тоже ругаются ссорятся не дерутся правда сейчас значит он ее толкнул она говорит что он ее толкнул с горки а он говорит что он ее не толкал с горки долго они перепирались друг с другом я начну на одного на второго смотрел потом группа дитал к ней вот так же как он тебя она подошла толкнула говорит не могу уже такой большой девочки если у вас уже есть один ребенок вы думаете когда делать второго делайте сразу как только можете потому что четыре года разница все-таки между детьми это много и хорошо что мой сын вот так ее принял она как его куколка они с утра сегодня например проснулись пока я в душе была он ее отдел нарядил в какое-то платье как-то сделал ей там хвостики кстати по поводу хвостиков обязательно загляните в мой инстаграм там есть такая фотка умилительно в хвостиках все и елена и ты и даже мой муж вот поэтому а у них 4 разница 4 года разница возрасте как бы многовато немножко хотя с другой стороны у меня сестрой 7 лет это мы очень хорошо находили общий язык но мне кажется если была разница всего лишь в один год они бы реально были друзьяшками мне кажется что игра в прятки отнимает колоссальное количество энергии поэтому я приготовил вот таких вот два бутербродика дети во-первых перестань трогать шланг а во-вторых нате вам бутерброды и а тактина тактин типа и и титул этот отверни голову но он отверни голову и не смотри я дам леночка она спряталась но чуть-чуть у вас по и на я не сказала ты его где-то спряталась на тебе бутербродик кушает тут втихаря до политического бокса остался один час и 45 минут а мужа дома до сих пор нету слушайте девочки и мальчики огородники и садовники вот подскажите пожалуйста чем не делать с этим сейчас вам покажу смотрите у меня уже как бы все хорошо проросло это салат у меня видите как он густой такой салатик вот а это я честно говоря особо так не поняла где огурцы где кабачки потому что вот это кабачки так вот по моему мнению в этом горшке очень много этих кабачков они просто ну допустим они здесь заплетутся всегда ну корням места не будет и вот вопрос можно ли мне выкопать некоторые ростки и пересадить их куда-то в другое место например там вот в саду где-нибудь там под деревьями там потому что там шланги есть и они как бы поливают по ночам я думала под дерево туда чтобы они тут по саду поплелись и кабачки выросли какие-нибудь до кого ваше ты инотха другой купим у неё шарик лопнул мы другой купим слушайте по-честному я им так завидую они тут в деревьях играются целый день то у них качельки то прятки то еще чего-нибудь я вспоминаю себе в детстве димой и фон колья нью и марш душе ма и марш душе ма и марш душе ма и марш душе ма только вытащи сосочку я под форме сон я вам у наш я сейчас покажу уровень русского языка моих детей потому что вы все время спрашиваете как они говорят с бабушкой и дедушка сейчас вам покажу знают ли они русский язык иди в угол иди в угол и и и и и и и огурчик молодец ари по попе дам и 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 лошадь тюрь иди кушать иди кушать иди кушать иди кушать иди кушать иди кушать а ты маркер и дакор волосики буш а я не покажи тяга покажи тяга покажи тяга а ментинанса окей но но покажи носик уэй мэй 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 покажи тяга ушки и покажите ножки пье 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 пьете мне зубки ооооооот эмм помойте и уэй и обувь пух 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 спая эмм ты чё такая грязная а ну-ка прекратите так делать а где папа алина лена а где цветочки нету там цветочков но ничего страшного они в другом месте самое главное что ты поняла леночка леночка а где солнышко где где солнышко луна это ночью а солнышко вон солнышко видишь лина а где качели качели леночка а где у тебя юбочка вот юбочка а где у тебя колготочки вот колготочки а где у тебя хвостик вот хвостик леночка где кофточка твоя в а трусики где а где у тебя курточка застегнуть а где шортики вот шортики а обувь где твоя а носочки где не надо показывать ты выиграла молодец как вы видите знание русского языка у них в принципе нормально я просто не стала другую тематику развивать но они абсолютно меня понимают все что я вам говорю они понимают но им удобнее говорить на русском и на простите на французском языке и я как бы считаю не заставляю их пусть они говорят на том языке которым им удобно но как вы видите они абсолютно все понимают и самое главное если вы обратили внимание я говорила все в димнитиве то есть суффиксами с приставками колготочки носочки то есть что это то есть эти слова которые не из словаря понимать то есть они отлично понимают речь мамы вот в отличие от жужуки которые вообще нифига на русском не понимает даже сейчас я ему что-то написала в магазине купить смс-ку он мне на русском написал понио п-о-н-и-о понио я думаю что это такое понио переспросил его оказывается он написал понял так а теперь игру про его проводит леночка для нас двоих и вы уже обслуживание вот и иacağım вот вала вот вот Леон вверх Вот Леон на ногу Вот Леон вверх Вот Леон Камера Вот Леон Вот 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 Леон Вот 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 Эллина Вот Вот Папа приехал Папа приехал Папа приехал Папа приехал Папа приехал подожди пусть он припаркует у тебя задние не горит смысле ты понял в общем сейчас скажу а то чуть на русском заговорила много и идите обнимайте папу стоят тут обнимаются а вот наша пера можно я покажу короче помните он говорил что мы подписались на каждую неделю теперь по средам нам будут давать сумку от агрикультуры или как это сказать то есть все это био и выращенное людьми салат короче здесь есть салат вот он здесь есть базилик который пахнет просто превосходно зеленый лучок что редкость и еще что-то там есть это же зеленый горошек зеленый горошек ой сейчас мы с вами да и довольно пицца он на лавянда обали телефон и летает пицца не но можете хотите поражать пицца у него тоже бил где где суши короче всякую фигню и пиво принес оленочка что понесет у это тяжелая мне кажется сыну а ты хочешь папину сумку нести давай вместе давай вместе держись вот тут давай бери это папина теннисная сумка вот тут бери вот тут он говорит надо деть сзади как будто ты улитка слишком большое хотите посмотреть что такое для французских детей зеленый горошек пожалуйста вкусно леночка да я когда маленькая была я по 8 часов в день в гороховых полях проводила ну-ка покажи маме горошек покажи ухты а у тебя а кто тебя открыл горошек ты открыл да сынуль ей надо еще один открыть она его съела уже еще вкусно да те которые вы уже съели почищенные на стол о том что она не разберяется и в то чтобы буду выбрать и в следующий — это мы с вами перрасти рамец от от Субтитры подогнал «Симон»